Добрый вечер, меня зовут Максим Путинцев, а на стенде сегодня Анна Глухонюк, ректор Екатеринбургского государственного театрального института. Анна, добрый вечер. Добрый вечер. О делах институтских, вузовских поговорим обязательно, куда же без них, но начать хотелось бы вот с чего. Ваш вуз, наш театральный институт, курирует театральный фестиваль, я бы сказал так, с интригующим названием. В котором фигурирует только местоимение. Название следующее. Он, она, они. Давайте разберемся, расскажите нам о нем. Да, это фестиваль камерных моноспектаклей, которые сейчас довольно популярны в нашем театре. Он родился у нас уже 4 года назад, прошлый год мы пропустили, поэтому в этом году третий фестиваль. Почему же прошлый год пропустили, хочется спросить. Ну, вот мы не решились на онлайн-формат в рамках этого фестиваля, хотя были и такие предложения. Мы решили все-таки дождаться момента, когда можно будет всех собрать на площадках театральных нашего города. В общем, такая вот поворотная история какая-то на наших глазах разворачивается. Действительно, пандемические ограничения, они отступают. И теперь, наконец-то, можно провести настоящий фестиваль. Да-да-да, мне кажется, мы прям одни даже из первых, кто вот уже в офлайн-режиме сейчас соберет. Очень много интересных театров и студенческих коллективов в Екатеринбурге. А это прям офлайн такой классический? Или, как сейчас принято, придется сплавлять вот эти две схемы, которые сейчас в той или иной форме уживаются друг с другом? Интернет плюс вживую, скажем так. Я бы вот не стала говорить придется. То есть, мне кажется, это наоборот какой-то прямо бонус. Обогащение такое взаимное. Да-да-да, какое-то обогащение, которое дает нашему фестивалю участие зарубежных коллег. У нас будут из отдаленных регионов России, из Якутска у нас будет спектакль в онлайн-формате, из Донецка у нас будет спектакль в онлайн-формате. А также у нас примут участие студенты из Аргентины, Турции, Германии. Ничего себе. Тоже со своими онлайн-проектами. А как это все будет происходить? Вот если про онлайн мы говорим, в любой точке земного шара можно будет это все посмотреть, надо где-то собраться, и трансляция вот этого выступления будет где-то происходить, так скажем, индивидуально. Мы решили все-таки собрать людей, то есть нам хочется, чтобы люди общались, делились своими впечатлениями, поэтому онлайн-программа у нас идет в здании нашего учебного театра, там выделен отдельный день, 4 апреля, когда можно будет в течение дня в открытом фойе посмотреть все онлайн-заявки, которые к нам поступили, все онлайн-проекты. То есть как в театре фактически? Собрались, сели, состоялось такое онлайн-представление, потом разобрали, обсудили, покритиковали или похвалили. И так тоже. Как уж пойдет. Оффлайн-программа, что она собой будет представлять? На каких площадках, например, это все будет в Екатеринбурге происходить? Вообще наша задумка фестиваля сразу была такая, чтобы объединить побольше площадок нашего города. В этом году у нас частично проходит фестиваль в зданиях Екатеринбургского театрального института. Камерный театр с нами сотрудничает, Каледа-театр, предоставивший нам свою площадку прямо на несколько спектаклей, и мы ему очень благодарны. Театр драмы тоже очень благодарны за то, что свою камерную сцену они нам дают под показ одного из спектаклей. А вообще у нас супер просто набор, подбор участников. У нас собираются все театральные школы России. Это просто удивительный совершенно факт, когда в Екатеринбург приедут все театральные вузы. А может чуть подробнее? Что это значит? В чем действительно значение и великолепие этого момента? Потому что действительно, насколько я понимаю, вы главной особенностью нынешнего фестиваля называете именно то, что в нем примут участие все театральные вузы страны. Ну, театральных вузов в стране не так много, их всего семь. И, конечно, все, кого готовят эти театральные вузы, это элита актерская, которая выходит в театры, в кинематограф. Очень здорово ее увидеть в Екатеринбурге. Не часто выдается такая возможность. Интересно посмотреть, какие разные школы, какие разные тенденции в подготовке актеров, какой они выбирают материал, как они с ним работают. Вот все эти моменты... Еще, правда, у всех по-разному? Ну, в какой-то степени нюансы есть, но и школы действительно есть. Потому что каждая ведь школа театральная, она формировалась возле какого-то театра, она имеет традиции этого театра. И действительно есть отличия в школах, в работе с актером, в подаче материала. Хотя все, конечно, мы имеем общие основы. Но вот какие-то нюансы, мне кажется, посмотреть очень интересно. Интересно посмотреть в единовременном моменте, не уезжая в Москву, в Санкт-Петербург, в Ярославль, а вот здесь сейчас посмотреть на юных актеров, которые завтра уже выйдут в профессиональные театры, в кинематограф, разойдутся, разъедутся по стране. А вот этих юных актеров кто отбирал для того, чтобы они приняли участие в нашем фестивале? Это вы их отсматривали? Или их делегируют вузы, они сами решают, кто лучше готов, кто более подходит к этому формату? Ну вот вы верно заметили, что это такой послепандемийный фестиваль, поэтому формат был смешанный. Где-то мы общались напрямую с вузами, где-то оргкомитет. Вообще у нас есть оргкомитет, конечно, у фестиваля, который отсматривает работы, которые туда поступили. Ну это традиционно для любого фестиваля, наверное. Ну где-то мы вступали в переговоры, обсуждали, что более подойдет. Мы сократили количество участников, то есть раньше у нас не было ограничения на количество участников в каждом спектакле. В этом году мы немножко ограничили камерность, не только пространством камерным, но и камерным количеством человек, дополнительным ограничением. Так что по-разному мы отбирали эти спектакли. Но у нас будут и профессиональные театры, то есть у нас особенность фестиваля еще и в том, что рядом работают профессионалы и студенты. В номинациях разных они оцениваются, жюри, но работают рядом, знакомятся, общаются, делятся опытом. Ну это такое лишнее свидетельство, наверное, того, что Екатеринбург это действительно театральный город. Да, конечно. Причем без натяжек, правда? Конечно, абсолютно. А сколько всего участников и сколько спектаклей будет показано, если не ошибаюсь, за 4 дня фестиваля, да? Со 2 по 5 апреля он придет. Да, у нас 4 дня. Так, ну, по-моему, у нас 20 спектаклей. Ну хотя бы порядок, не обязательно точно. 20 спектаклей, да, 20, которые идут в офлайне, то есть реально. У нас есть оф-программа, естественно, в фестивале есть спектакли наших мастерских, 2 четвертых курса, 2 мастерские Русинова, Андрея Ивановича, Вячеслава Владимировича Белоусова покажут свои спектакли. У нас есть оф-программа, где ни камерные, ни моноспектакли, например, спектакль «Идиот», который идет 4 часа по Достоевскому. Серьезно? Да, 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 серьезная такая заявка. А как иначе по Достоевскому-то может быть? Мастерской Белоусова, режиссер Гетце, Олег Борисович. У нас насыщенная достаточно программа. У нас в рамках фестиваля впервые пройдут читки наших уральских драматургов, учеников Николая Владимировича Калиды. Читать будут наши студенты-актеры третьего курса Екатерины Григорьевны Царь Городцевой. То есть программа довольно насыщенная, скучать не придется. Всех приглашаем. Вот, я ровно об этом и хотел спросить. Назревает такой важный, как мне кажется, концептуальный вопрос. То, что происходит в этот фестиваль под названием «Он, она, они» — это для некоего закрытого сообщества театралов-профессионалов, то есть условно собрались, посмотрели, обсудили, друг друга оценили, разошлись. Или мы, что называется, широкая зрительская публика и аудитория, тоже можем принять участие и все это посмотреть. Он решает обе задачи. То есть, конечно, и профессиональное сообщество здесь затронуто. У нас очень профессиональное жюри. У нас все четыре года жизни нашего фестиваля один и тот же состав жюри. У нас председатель Анатолий Аркадьевич Праудин, режиссер из Санкт-Петербурга, знакомый очень для нашего города. Да-да-да. У нас Николай Владимирович Коляда, как драматург и режиссер. У нас Щербакова, театровед. И у нас Дзюба Александр — это актер. Не футболист? Нет, нет, нет. Да-да-да. И, естественно, мы приглашаем зрителей. К сожалению, в этом году в основном у нас небольшие площадки. Ну, это и логично, да, потому что камерный все-таки такой. Формат такой, конечно. Но, тем не менее, билеты в продажи. Мы ждем зрителя, просто зрителя, вот любого желающего приобщиться, посмотреть состав нашего фестиваля. Камерность как театральный прием — это правда сейчас в тренде? В особом тренде? Или по большому счету тут мало чего меняется? Есть такая форма СИКАЯ, и все они имеют право на жизнь и существование? Наверное, они все имеют право на жизнь. Камерность — это, ну, может быть, в какой-то мере вынужденный такой тренд, поскольку он менее затратен, поскольку он требует участия меньшего количества людей. В общем, для пандемии и постпандемии самое то. Да-да-да, можно поработать в этом направлении. Не могу не спросить о вузовских делах. Сейчас весна, самое время проведения, ну, например, Дней открытых дверей, встречи с потенциальными будущими учениками, студентами. Участвуете, работаете по этому направлению или все-таки коронавирус пока не дает? Конечно, начинаем. Пандемия нам подсказала новые форматы. Это онлайн Дни открытых дверей. Они довольно успешно себя зарекомендовали в прошлом году. Все-таки онлайн? Нет-нет-нет, мы сделаем обязательно онлайн, потому что мы понимаем, что, допустим, наши абитуриенты из Казахстана к нам не могут приехать. Ну и также удаленные территории России охватить онлайном гораздо проще. Ну, то есть будет и то, и другое. Да, да, да. Удобнее прийти, приходите. Удобнее по интернету, пожалуйста. Да, мы сделаем два формата. И у нас есть определенные новшества в этом году. Во-первых, мы набираем много режиссеров. Много это сколько? Это 10 бюджетных мест на дневное отделение. Они распределятся между несколькими мастерскими. Мы это все анонсируем на нашем сайте и в социальных сетях. И второе наше новое направление этого года в рамках специальности «Литературное творчество» мы наберем семинар Романа Сенчина «Проза». Ну, это известно довольно писателям. Да, да. У нас есть семинар Николая Владимировича Калиды «Драматургия». У нас есть семинар Юрия Викторовича Казарина «Поэзия». И вот появится в этом году новый семинар «Проза Романа Сенчина». Как вообще со спросом на разные театральные специальности в нашем институте, я имею в виду? Да со спросом все неплохо, мы не жалуемся. Идут к нам абитуриенты, география абитуриентов огромна. Мы в прошлом году набрали, у нас на актерское отделение только один человек поступил из Екатеринбурга. Все остальное это Томск, Комск, Магадан и разные территории. Ну, тут важно понимать географию. Мы единственный театральный институт на довольно большую территорию. Именно так. Это плюс? Конечно. Это плюс во всех отношениях. Это плюс в отношении абитуриентов, которые к нам действительно съезжаются со всей России. Это плюс большой для города и региона. Потому что действительно здесь идет очень творческая, насыщенная жизнь, которая влияет, я думаю, и на жизнь города в целом. А что происходит после вот этой студенческой жизни? Я про трудоустройство, естественно. Где работают выпускники потом? Ну, вы знаете, вроде бы тоже мы не жалуемся на трудоустройство. Например, актеры специализации «Артист театра кукол» разобраны еще до выпуска. Серьезно? Да. Ничего себе. Дефицитная специальность. Абсолютно. Сегодня, кстати, у меня был разговор с директором нашего театра «Кукол», с Петром Степановичем Стражниковым. И мы как раз обсуждали, насколько востребованы кукольники, и насколько большой дефицит в стране именно этих актеров. Актеры театродрамы тоже, в общем-то, не теряются. Они разъезжаются в региональные театры, что тоже очень важно. Это специфика нашего вуза – это кадры для региональных театров. Ну, то есть, вы, скажешь, выпускаете безработных, вот этому человеку может сказать, нет, вы ничего не понимаете. Нет, нет, нет. Все совершенно не так. Ну что ж, спасибо вам большое. Мне остается напомнить, что на стенде была Анна Глухонюк, ректор Екатеринбургского государственного театрального института. До свидания и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok